Сейчас основная задача городских лесников подготовить технику к пожароопасному сезону. Например, этот трактор в гараже с 2008 года. За счет небольших размеров ему удается подходить к самой кромке лесного пожара. И каждый год его ремонт обходится практически в 100 тысяч рублей. И здесь нет ничего удивительного. Техника работает в сложных условиях при полном отсутствии дорог. На пожаре нагрузка большая идет. Усломаться может в любой момент. Потому что техника наша отечественная такая. Бывает, что и загорается даже иногда. Выезжает к пожарке, с пожарки обливаем, тушим и назад в бой. Помимо подготовки техники, сейчас лесники ведут профилактическую работу. Устанавливают предупредительные вывески, проводят беседы в школах. А уже в апреле тяжелая техника и люди выйдут на оборудование минполос и противопожарных разрывов. Так, в текущем году лесникам нужно будет оборудовать 250 километров минерализированных полос. Протяженность минполос 250 километров. Минполосы, в основном мы делали их август, сентябрь, октябрь. То есть эти минполосы, которые были сделаны, сейчас после того, как сойдет снег, они, естественно, будут свежие и начнут работать. Там, где на пожаре не пройдет техника, вручную работают люди. И здесь основное орудие труда – это мотыги, грабли, лопаты и переносной ранцевый огнетушитель. 18-20 литров здесь входит. Путем опрыскивания разбрызгивателем тушится огонь. Позволяет тушить низовые пожары слабой и средней интенсивности. Топор-мотыга для прокладывания минполос при большом слое органики в лесу. Также в набор огнеборца обязательно входит спецодежда, каска, очки, которые защищают глаза от дыма и респиратор. В этом году лесничество города планирует приобрести новые установки высокого давления. На проведение всех мероприятий лесхозу требуется порядка 5,5 миллионов рублей. Эти деньги выделит бюджет города. Также лесхоз напоминает, что не всегда удается отслеживать новые постройки и своевременно оборудовать противопожарные разрывы. Представители СНТ и ДНТ могут сами обратиться в городское лесничество, а специалисты проведут необходимые мероприятия за определенную плату. Айна Чертара, Вячеслав Батоев, Первая, Альтернативная.